Привет, друзья! Сегодня постараюсь быть кратким и лаконичным. Идет уже 20 какой-то день войны на Украине. Хочется поговорить о очень интересной теме. Сколько получает наемник, приехавший на войну в Украину? Почему меня это натолкнуло? Потому что буквально вчера был, так говорят, средства массовой информации, был уничтожен канадский наемник в Мариуполе. Перед этим ему сделали очень сильную рекламу на Хиндук каком-то канале, о том, что это самый успешный наемник. Он прибыл на Украину, его так разрекламировали, и в результате, через 20 минут выхода на передовую линию, он был уничтожен. Думал приехать на сафари, пострелять. Вот, печально парень занимался, да, профессиональный снайпер, Афганистан, там, Иран или Ирак, Ирак, да, Афганистан. Работал каким-то компьютерщиком, что-то программы описал, и вот решил подзаработать. Приехал на Украину пострелять русских медведей. Даже проскочила информация, что он первые минуты своего пребывания 6 человек завалил, может быть, гражданских, никто об этом не говорит. И никто это не показывает, что наемник, убийца, приехавший с Канады, был уничтожен российским спецназом через 20 минут пребывания на линии огня. Это вот такая квалификация. Но не об этом. Сколько получают наемники? Украина одна из самых коррумпированных и бедных стран на территории не только Европы, мира. По официальным данным я ссылку постараюсь сделать с джоб-центра. Сколько получает наемник? Значит, наемник получает от 500 до 1500 в день. Значит, член военной компании, если пошел на работу туда, может получать от 20 тысяч долларов в год до 225 тысяч в год. То есть за неделю, в зависимости от квалификации, в зависимости от того, на линии огня или счеты где-то, некоторые наемники могут получать до 14 тысяч долларов за неделю. Сладенько? Сладенько. Но это не все. Не об этом я хочу сказать. Это можно понять. Дурных много, больных много. Все решают поехать где-то пострелять людей. Это вообще ужасно. Это катастрофически ужасно. Ну, конфликты на земле происходят. Так устроено дурное человечество. Я хочу сейчас сделать акцент немножко на другом. Каждый наемник, уходящий делать свою страшную работу, должен быть застрахован. Таких волонтеров, которые, или добровольцев, которые уходят на свой страх и риск, я думаю, что немало нужно четко понимать западный мир. Только за бабло. Причины толкающие человека. Разные, семья, долги, масса-масса всего. Вот так. Такой человек должен быть застрахован страховыми компаниями. После убийства вот этого канадского снайпера на Украине, который сто процентов был застрахован на сумасшедшие деньги, я думаю, что сейчас страховые компании, которые оформляют контракты для, или берут страховые полисы, для наемников, отправляющихся воевать за свободу независимой Украины, страховые компании будут всеми правдами и неправдами открещиваться. И это очень хорошо, потому что Украина не страна иной планеты. Молодежь, насмотревшая всяких компьютерных игр, популярных стрелялок, танчиков, шманчиков, думает, что это все в виртуальном, живущем в виртуальном мире, думает, да поеду подзаработаю такое бабло. А теперь на заключение последний вопрос. Откуда вор, обманщик и клоун Зеленский берет деньги для того, чтобы оплачивать работу наемников? И сколько он платит солдатам, офицерам украинской армии? Ну, он сказал, до трех тысяч долларов в месяц. В принципе, это цена, которая понятна и примерно международным стандартам соответствует. Откуда он берет деньги? Он ездит, везде просит. То выступает перед Бундестангом, то перед парламентом Британии, то перед штатами. А я задам сейчас еще последний, последний, последний вопрос. А сколько администрация Зеленского получает за скальп славянина, который погиб на территории Украины? Да простит меня Всевышний за такие слова и за такие вопросы. Врубайте мозги! Врубайте мозги! Так и хочется матюкаться. Вас целенаправленно геноцидят, очищая страну от местных, извините, индейцев.